Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Как вы помните, на поляне должна была состояться репетиция свадьбы Саши Каритоновой и Тимура Графуздинова. Все ждали этого события, девушки наряжались. Кристина Лисковец даже втайне готовила неприятный сюрприз своей сопернице. Но ближе к вечеру Саша отказалась принимать участие в этом балагане и передумала выходить замуж за Тимура. Тимуру больно, он страдает и не знает, что будет дальше. Он пишет, девушка, с которой я был готов идти по жизни, не поддержала меня и это очень больно. Недавно Вика Романец похвасталась дорогим ювелирным украшением в форме короны и предложила подписчикам угадать имя мужчины, который его подарил. А сейчас выяснилось, что украшение из золота и бриллиантов подарил Вике Андрей Черкасов в честь 8 марта. Поклонники Вики удивились такой щедрости ее бывшего парня, но, как оказалось, подвеску Андрей привез из ювелирного магазина, который он рекламировал. И, скорее всего, это украшение досталось ему даром в качестве оплаты за рекламные услуги. Кстати, мама Андрея, Татьяна Николаевна Черкасова, дала журналу Дом-2 интервью по поводу личной жизни сына и ее отношения к событиям в периметре. Как оказалось, Черкасова-старшая недолюбливает Вику, она категорически против ее воссоединения с любимым сыном. И более того, в данной ситуации женщина не намерена оставаться в стороне и постоянно проводит с Андреем профилактические беседы, уговаривает его подыскать себе новую достойную девушку. В недавно созданной паре Катя Король и Саша Моисеев начались проблемы. Саше не нравятся откровенные наряды Кати, а также его злит, что она отказывается для него готовить. Катя возмущена, она пишет, как объяснить любимому, что я творческая личность. Я прекрасно готовлю, но тратить свое время на приготовление еды не люблю. Чем стоять у плиты, я лучше сошью эксклюзивный костюм для любимого. Вова Гаути и Лиза Шароха снова расстались. Оказалось, что родители Вовы против того, чтобы их сын встречался с такой распутной девушкой, как Лиза. Вова несколько растерялся и решил посоветоваться со своей бывшей девушкой, с Катей Гужвинской. Они уединились, чтобы пообщаться, а когда Лиза узнала, с кем секретничает ее молодой человек, она обиделась и переехала жить назад в женскую спальню. Саша Гозиас продолжает доказывать в соцсетях, что у них с Костей Ивановым не было близости. А вот Костя намекает, что после бутылки вина Гозиас становится легкодоступной и с ней можно делать все, что хочешь. Саша негодует, она пишет, я считаю его поведение недостойным и уже рада тому, что не допускаю большего в наших сомнительных отношениях. Я думаю, если этот парень будет и дальше так себя вести, то все закончится не успев даже на час. Стало известно, почему побрился на лысо Федя Стрелков. Это Маша Чужакова, крутит им как хочет. Она пообещала Феде, что согласится с ним жить, если он побреется на лысо. А Маша передумала и отправилась на свидание с греком Николасом кататься на снегоходах. Об этом мы вам рассказывали в прошлом выпуске. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!